Виталий, приветствую тебя! В новом 2021 году небольшая пауза у нас с тобой возникла в последний период. Я понимаю то, что даже трейдерам нужно отдыхать, поэтому никаких упреков, все нормально. Рад тебя видеть с прошедшими тебя праздниками. Надеюсь, что ты отметил Новый год замечательно, собрался с силами, с хорошим настроем, потому что настроение на финансовых рынках имеет очень большое значение. Именно от нашей внутренней мотивации зависит зачастую, насколько мы можем быть преданы какой-то торговой идее, как мы можем оттопить за свою правоту. Поэтому с возвращением тебя, друзья, всех приветствую. Я думаю, что, Виталий, если хочешь, можешь пару слов сказать тоже. Все по тебе соскучились, это 100%. Ну и перейдем к анализу рынка тогда. Да, всех приветствую тебя тоже. Отдохнул нормально, скажем так. Конечно, хотелось лучше, так как была, знаешь, такая погода в Новый год и в большинстве случаев дождь, скажем, такой лил, как из ведра, так скажем. Реально в том регионе, в котором я отдыхал, там частично можно было подняться повыше, имею в виду горы, там еще был какой-то минус, небольшой снег, а вот там, где пониже, я большинство времени проводил, там, ну, ну, я не знаю, где-то летом или осенью, вот такой, реально лило, как из ведра. Ну, главное, не погода, или, по крайней мере, погода в доме, а не на улице. Да. Так, ну ладно, давай тогда к финансовым рынкам за последние недели, что мы с тобой отсутствовали в эфирах. На рынках произошло многое. Ну, не то, чтобы что-то вот феноменальное, мы просто уже окончательно утвердились в позиции того, что будем работать в 21 году с демократами, то есть с американской политической партией, с Байденом, с мерами экономического стимулирования, потому что ковид, как бы нам не хотелось, так же, как и нормальным людям все-таки покончить с этой темой, но он зараза не отступает. И в регионах все, в некоторых по-прежнему рекордные показатели по приросту. Очень рассчитываю на то, что вот эта компания массовая, мировая по вакцинации, в конечном счете, вот принесет свои плоды и ближе уже, ну, может быть, к середине этого года удастся окончательно вот закрыть тему с ковидом и сфокусироваться на основных трендах и тенденциях. Я предлагаю вот перейти непосредственно к демонстрации экрана и детально уже посмотреть. Так, пошло, наверное, уже, да? Да, видно. Так, секундочку. Все отлично. Так, ну что у нас по поводу индекса доллара. Безусловно, здесь идея моя прежняя. Я транслирую в новом году ожидания по слабости американского доллара, потому что мы вот-вот сегодня, кстати, ждем инаугурацию Байдена в 20.00 по московскому времени. И ждем спустя две недели его первого выступления в Сенате, в Конгрессе, в Палате представителей, скажем так, перед обеими палатами Конгресса с анонсом мер экономического стимулирования на 1,9 триллиона долларов. К этой мере уже все подготовились, потому что понимают, что экономике нужны эти деньги. Даже сам Байден отметил, что со ссылками на своих экономистов, если эти меры экономической помощи и поддержки не будут приняты сейчас и впоследствии, возможно, потребуется больше денег. Короче, если позиция власти не будет проактивной по согласованию новых фондов госпомощи, то американская экономика окажется в состоянии затяжной рецессии и полноценного краха. И вот вчера, если смотреть на график этот четверточасовой таймфрейм, мы можем увидеть, что как раз распродажи доллара начались с вчерашней торговой сессии. Как раз как только появилась новость о том, что в финансовом комитете Сената должна выступить Джанет Йеллин, которая теперь всем известна не только как бывшая глава ФРС, но и как практически без пяти минут глава Министерства финансов по США. И все ждали от нее призыва к конгрессменам к более масштабным мерам экономического стимулирования. Короче, получается очень хороший тандем, и не только тандем, очень хорошая и сильная команда тех, кто будет лоббировать идею мощного стимулирования американской экономики. Это Байден, скажем, демократы, это потенциально Джанет Йеллин и Джером Пау, который возглавляет американский регулятор, но и является очень хорошим другом Джанет Йеллин. Все они топят за необходимость и важность стимулирования экономики. Кстати, Джанет Йеллин вчера еще раз отметила, почему она абсолютно разделяет позицию Джерома Пау в плане сохранения ставок низкими на течение длительного периода времени. Я, Виталий, готовлюсь к тому, что в 2021 году, я помню, что у нас был с тобой отдельный ролик, где ты долгосрочно анализировал тренды, именно бычью, медвежью динамику, исторические прецеденты находил. Это все так, я не спорю. Но вот мне почему-то кажется, что с такой агрессивной, стимулирующей политикой все-таки доллар будет неуклонно снижаться и слабеть. Я локально к нашему с тобой следующему эфиру, он, получается, уже будет на следующей неделе, предлагаю шартить индекс доллара прямо с текущих значений, стоп-лосс поставить на уровень 90-90 и ждать индекс ниже отметки 89 пунктов. Также сегодня с позиции фундамента хочу предложить сделку покупки пары доллар-канадец через отложку Байлими с уровня 1,2670 и эту сделку приурочить к сегодняшнему заседанию Банка Канады, которая состоится в 18.00 по московскому времени, ставка, потом пресс-конференция. Я рассчитываю, что из-за ковидной темы, из-за роста количества заболевших в Канаде все-таки канадский регулятор тоже может пролить свет на планы по дальнейшему стимулированию, может быть, даже намекнуть на готовность к снижению процентной ставки. Хочется мне в связи с этим продать канадский доллар и попробовать вот даже в рамках сегодняшнего дня выжить примерно хотя бы около фигуры восходящего движения. То есть сделка Байлими с уровня 1,2670, стоп-лосс 1,2610, take profit, он, разумеется, с счетом стоп-лосса будет не узким, но моя такая психологическая цель на отметке 1,30, то есть фактически движение больше 300 пунктов восходящего, на которое, признаю, понадобится время. И общая тенденция по золоту. Сейчас я, в принципе, уже в покупках с начала, даже с конца прошлого года еще. Считаю, что из-за тех разговоров по стимулированию, которые сейчас ведутся, у золота будет очень хорошая возможность фундаментально подрасти. Локально мы видим развитие восходящей динамики, но я думаю, что сейчас совершенно не поздно еще прыгать в этот состав потенциального роста и ждать золота выше отметки 1,900 долларов за омс. Виталий, слово тебе передаю. Так, настройки, наверное, да, сейчас секундочку. По поводу рынков, я, скажем, на 2021 год, как уже сказал, что я жду роста доллара по всем фронтам. В принципе, он уже начался, скажем, такой небольшой рост. Давайте начнем с евро-доллара. Итак, когда мы с тобой вот это проводили аналитику, это было где-то в районе начала декабря, где-то вот в этом формате 21 евро торговалось. Я сказал, что среднесрочное, я вижу снижение, мы можем еще сделать там одну-две фигуры вверх. Мы, в принципе, так и сделали из этих значений приблизительно 200 пунктов, как раз две фигуры, и евро-доллар начал снижение свое, возможно, среднесрочно-долгосрочное какое-то. Будет ли оно с каким-то возможным перехаем или без него, это время покажет, поэтому я анонсировал, как в декабре, что те, кто торгует среднесрочно, могут начинать там шарчивать данный инструмент или там другие по выбору, понимая, что он чуть-чуть может подрасти, там плюс-минус, но все равно я вижу у него снижение. На текущий момент по евро-доллару я сохраняю свою тенденцию на ближайшее время. Как евро-доллар себя поведет, мы будем падать или с текущих, или немножко еще подрастем там пунктов 50-100, где-то до отметки 1.22 и будем дальше падать. Как-то вот так вижу я данный рынок. Что вот это, что у нас произошло в начале декабря, это был импульс или это коррекция, скажем, ну это время покажет. Поэтому пока я настроен для тех трейдеров, которые там среднесрочно торгуют, пока удерживать позиции вниз. На сегодняшний день хотел дать рекомендации по инструменту доллар-франк, это на рост. Покупка, возможно, разбить на две части. Покупка с текущих это 0.8870 и, скажем, добавится в второй покупке где-то в районе 0.8850. Возможно, мы еще пониже уйдем, будем выносить вот эту поддержку каким-то ложным выносом пунктов 30. Можно еще добавить со стоплос, желательно где-то на отметке 0.8800 поставить. Там уже смотреть дальше по факту. Конечно, есть сейчас момент, что мы можем провалиться. Как ты видишь, по индексу доллара можем обновить минимумы. По данному активу аналогично. Для этого мы ставим обязательно стоп-риказы, соблюдаем риск-менеджмент, потому что это сделка контр-тренд. Но есть вот такое как-то видение. Плюс здесь аналогично прошел, как и по евро-доллару, импульс наверх. Возможно, это коррекция сейчас, и мы уйдем очень хорошо наверх. Цели по франку, локальные там 89.20 и среднесрочные там повыше. Плюс у нас здесь есть такая фигура, как голова и плечи. Если мы все-таки будем пробивать уровень, нам желательно пробить 0.8920. В таком случае можно сказать о реализации данной фигуры. То есть нужно пробить еще. То есть у нас вот левое плечо, то есть голова, правое плечо. Сейчас попытаемся так рискованно зайти, вот скажем, правого плеча. Но по правилам нужно работать на пробитии, плюс объем смотреть, чтобы это было на больших объемах. По правилам. Ну, попытаемся вот так. Канадский доллар, в принципе, я с тобой согласен, может стрельнуть наверх. У нас аналогично здесь что-то похожее прошло на импульс на прошлой неделе. Возможно, это коррекция. Конечно, здесь каких-то суперточек входа я не вижу, но возможно, скажем, лонг по данному активу. Плюс, возможно, еще захеджировать, скажем, такой идеи, как шорт доллар-иена. Возможно, локальное движение с текущих 103.77, с текущих прям шортить, с целями минимум 103.50, 103.30, возможно, пониже уйдем. Это то, что я вижу локально по данному активу, возможность снижения. А вот глобально я вижу, как и по евро-доллар, по доллар-франку, что, скажем, с этого накопления, возможно, оно еще не закончилось, вот эта коррекция, мы уйдем чуть пониже. Дальше наверх, это уже, когда картинка будет меняться. Не исключаю, что мы с текущих будем пробивать уровень сопротивления там 104.00, 104.10, когда мы его будем уже пробивать, там уже желательно поставить стоп-приказ, то есть по сегодняшнему шорту это 104.10. Это уже будет менять свое мнение. Пока вот такая тенденция, возможно, небольшое увеличение роста евро-доллара, аналогично доллар-франка вниз немножко, потом уже среднесрочно будем смотреть. Ну, скажем, это так наперед, потому что там есть моменты, что это все в моменте, нужно еще там подтверждение, ну, так как имеем то, что имеем на текущий момент. По золоту, если это все коррекция, в январе у нас произошла, то можно здесь рассматривать покупку и, скажем, если у нас в декабре прошел импульс, коррекция, вторая волна, мы можем улететь наверх. Желательно пробить вот эти локальные хаи, где-то в районе там 1860-70, плюс сегодняшнюю дневку как-то по-бочему закрыть, хорошо так, то здесь, возможно, получится хороший лон. Как-то вот так вижу рынок на сегодня. Спасибо тебе, Виталий. Ну да, крупными мазками сейчас мы с тобой прошлись. Для начала это было необходимо, чтобы понять тенденции. Потом уже при более детальном погружении в какие-то отдельные нюансы будем смотреть на более широкий рынок. Да, ну и плюс, да, вот S&P, даже если взять S&P, все время там NASDAQ, Dow Jones, какие-то локальные максимум показывают. Я очень в конце декабря, вот прям 30 декабря, я советовал ребятам покупать индекс страха. Он стрельнул хорошо, индекс S&P 500 практически нет. и даже вот на прошлой неделе снова он там, снова скатился. Сейчас я покажу. Вот я где-то на отметке все время там 23 плюс-минус. Все время покупал, он там вот прям перед Новым годом выстрел хороший. Ну, с открытия Нового года, имею в виду выстрел. Там 30 декабря я советовал покупать. Он острелился. Дальше на прошлой неделе советовал снова покупать. Он снова выстрелил. Вот S&P пока не идет. То есть, есть уже видно, что на рынке опционов, да, есть какие-то страхи. Все время там Байден выступал. Прошелся. Да, да, согласен с политикой. Поэтому этот инструмент показывает, что назревает накопление, возможно, будет прострел. Это контр, конечно, тренд, но идет. Пока два раза выстрелило, посмотрим, что дальше будет с текущего локального накопления и по S&P 500. Ну, будем, скажем, уже там постепенно январь, февраль смотреть. Конечно, конечно. Это верно. Виталий, еще раз тебе спасибо за эфир. Спасибо, что вернулся к анализу рыночной ситуации. То есть, классический наш график с тобой, это понедельник и среда. Это когда мы с тобой готовим эфиры. Все это будет так же, как и раньше. Поэтому, друзья, следите за нашим совместным творчеством. Виталий, тебе еще раз спасибо и с возвращением. Пока. 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 Продолжение следует...